МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Охтубинском канале Время новостей вы смотрите информационную программу ныне. Вот некоторые темы этого выпуска. Жара воды просит. В последние майские дни несколько сел района остались без живительной влаги. В проблеме разбирался глава районного муниципалитета. Стихи о правилах дорожного движения и агитационные листки. Воспитанники станции юных техников в ходе акции «Давай дружить, дорога» обратились к пешеходам и водителям с напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Сегодня 44 победителя муниципального этапа Всероссийской школьной олимпиады из рук главы района получили благодарственные письма и памятные подарки. А завтра в школах Ахтубинского района пройдут последние звонки. Начнем программу пятницы с повтора некоторых сюжетов, вышедших в эфир на этой неделе. Районной детской школе искусств номер 21 исполнилось 55 лет. Эту славную дату коллектив учреждения отметил большим праздничным концертом, который состоялся в гарнизонном доме офицеров. Перешагивая порог дома офицеров, гости вечера сразу попадали в атмосферу торжества. В холле их встречали воспитанники школы и дарили воздушные шары. Кругом было праздничное убранство, лица взрослых и детей сияли от улыбок. А вот чего не было, так это свободных мест в зрительном зале, на сцене которого золотом светились две пятерки. Школа искусств района отмечала свой юбилей. Сегодня в школе праздник. И с гордостью можно сказать, что мы круглые, отличные, потому что 55 – это здорово. Сегодня наша школа – это огромное количество учащихся. Более тысячи учащихся обучаются в четырех отдельных зданиях и десяти учебных классах городских и сельских образовательных школ. И наша главная задача – сохранить все самое ценное, приумножить результаты и пронести их дальше с гордостью и счастьем. Родная школа! С юбилеем! В адрес руководства школы и всех ее педагогов звучали многочисленные поздравления и самые теплые пожелания, даже от тех, кто лично не смог приехать на праздничный вечер. Уважаемые коллеги, здоровья вам, любви, благополучия вашим семьям, высоких педагогических и творческих достижений и сохраняйте на долгие годы творческие ценности вдохновения к своему любимому делу. Лучшим сотрудникам учреждения были вручены благодарственные письма от руководства администрации Ахтубинского района, от мэра города, от губернатора области, от председателя Астраханской региональной думы, от министра культуры Астраханской области, от начальника управления культуры и кинофикации. Школа искусств – это бесконечное творчество, и творчество, которое лично меня никогда не перестает удивлять. Это музыканты и художники, это бесподобные организаторы, это драматические актеры, и, несомненно, это блестящие педагоги. И это, наверное, самое главное. Мы с вами знаем, прекрасно знаем, что можно быть прекрасным исполнителем и не уметь научить ребенка творчеству. Судя по нашим ежегодным замечательным результатам, в нашей школе учить детей умеют. И не просто учить детей, но и делать их мир, мир вокруг детей. Здесь прекраснее и добрее. Коллектив школы на сегодняшний день – это 103 человека. Из них две трети – педагоги. Остальные – технические работники. В их числе – звукооператор и настройщики музыкальных инструментов. Вообще, настройка фортепиано – это очень тонкая и терпеливая работа. Эта работа мне очень нравится, и я уже настраиваю более 20 лет. Папа был настройщиком, и мне по наследству передало опыт этой работы. На дни рождения принято дарить подарки. Были они и в этот раз. Администрация района преподнесла школе сплит-систему. Архимандрит Андрей от всего приходского совета храма Михаила Архангела порадовал виновников торжества новеньким музыкальным центром. Поздравляю вам сейчас действующих, Татьяна, директора, педагогов. И Бог наградит ваши души за воспитание детей. Педагогам терпения величайшего воспитания детей. А детям желаю, чтобы были послушные и исполнительные. Самые прилежные ученики школы на протяжении всего праздничного вечера радовали зрителей своим пением, хореографическим и театральным мастерством, а также игрой на музыкальных инструментах. Завершился концерт выступлением Большого детского хора под руководством Ирины Бужинской. Завершился региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». На зональных, а также на региональных соревнованиях «Ахтубинск» представляла команда средней школы номер два. По условиям в соревнованиях должна участвовать команда из одного класса, состоящая из восьми человек. В этом году честь состязаться на спортивных площадках Астрахани выпала шестиклассникам. Шестой А из школы номер два лидировал в зональных состязаниях в Знаменске. И 30 апреля представлял «Ахтубинский район» в областном центре. «Программа очень обширная. Она включает спортивное многоборье, творческий конкурс, в котором нужно обязательно отразить традиции школы, достижения школы, ну и не забыть Олимпиаду Сочи 2014. В теоретическом конкурсе нужно было знать много дат, связанных с Олимпиадами, знать достижения спортсменов. Ну, я хочу сказать, что ребята и с этим конкурсом очень хорошо справились. И самое главное, наверное, это само спортивное многоборье, в которое включают пять видов. Это беговые дисциплины, это упражнения на гибкость, прыжки в длину с места, подтягивания, отжимания и встречная эстафета». В творческом конкурсе ребята стали первыми, а по результатам общего зачета уступили лидерство лишь кировским школьникам. По признанию капитана команды, состязаться было непросто, и дело не в уровне спортивной подготовки. Иногда подводило волнение. «Быть капитаном команды очень сложно, так как надо поддерживать ребят, чтобы они не боялись участвовать в областных соревнованиях. Также мы очень рады, что сумели себя проявить в областных соревнованиях и долго к этому готовились. Я поздравляю наших ребят и очень горжусь за них». Состязаться на чужой спортивной площадке всегда сложнее, чем на своей. Дома, как говорится, и родные стены помогают. В Астрахани же приходилось надеяться только на себя. Выручала хорошая спортивная подготовка и чувство локтя. Ребята понимали, что у них серьезные соперники, а всего в состязаниях принимали участие 17 команд. Но настроены были только на победу. «Соперники были сложные, но я все равно справилась и пришла первая». Первая Александра Коноплева была на беговой дорожке. Она, как и все ребята, внесла свой вклад в общую победу. А еще команде второй школы помогали, как говорится, всем миром. Учитель физкультуры Любовь Зотко благодарна руководству школы номер 4 и образовательному учреждению поселка Нижний Баскунчак за выделенный транспорт для поездки в Знаменск и Астрахань, а коллегам из школы номер 6 за связь в режиме онлайн для участия в теоретическом конкурсе. Сегодня все организационные моменты позади, но девиз выбранной командой актуален в любое время. Труд, настойчивость, регулярные занятия приведут к необыкновенным результатам самых необыкновенных людей. После встречи с призерами регионального этапа президентских состязаний мы заглянули на школьный двор, где в настоящее время идет строительство многофункциональной спортивной площадки, которая возводится на долевом участии области и района. Муниципальное образование Ахтубинский район в плане финансирования свои обязательства выполнила. И теперь все зависит от денежных вливаний региона. Если средства придут вовремя, то объект будет сдан уже в июне. Героиня следующего сюжета большая любительница путешествовать по местам, где есть красивая природа, много архитектурных памятников и других достопримечательностей. Сначала Галина Абубикерова ездила по Советскому Союзу, затем по России, остав пенсионеркой, отправилась за границу. Попадая в эту квартиру, сразу понимаешь, здесь живет путешественница. Входная дверь в магнитиках, множество других сувениров украшают комнату. Тяга к странствиям у Галины Абубикеровой зародилась в детстве. Она рассматривала иллюстрации и любовалась красотой архитектурных объектов. Мечтала увидеть их собственными глазами. По специальности Галина Михайловна учитель в третьем поколении. Дедушка, окончив астраханский репстуз, преподавал математику в Батаевской школе. Внучки пошли по его стопам. Я была класса руководительницей. Самый большой класс был до и после меня. Таких классов нет. 38-39 человек. Ездили в Волгоград, в Ленинград, на Кавказ. Красоты Ленинграда. Тогда Ленинград был. Но как не показать детям? У них на всю жизнь останется память. Сколько фотографий. Будучи учителем, Галина Абубикерова возила детей на экскурсии. Затем перешла работать в НИИ ВВС имени Чкалова. Времени для путешествий стало больше. А выйдя на пенсию, героиня сюжета решила отправиться за границу. И детская мечта о дальних странах воплотилась в жизнь. У меня была мечта, конечно, поехать в Италию. Вообще, я предпочитаю путешествовать в те страны и в те города, где славится культура, архитектура, музей мирового значения. Город Венеция. Разве это не красота? Конечно, дворец Дожи. И путешествие по каналу. Вот гондольер меня везет на гондоле. Вот магазин масок. Это пизанская башня, которую я поддерживаю, вроде бы как она падающая. Все дороги мира ведут в Рим. Это я стою у Стеллы, с капиталистской волчицей, которая скормила Ромула и Рема. После Италии была Франция, затем Германия, Австрия, Нидерланды, Турция, Греция. Одно из лучших, интересных путешествий, конечно, была Турция. И самое одно из интересных приключений, конечно, это купание в озере Клеопатры. Клеопатра, знаете, где она жила? Аж в Египте. Так она приезжала, привозили ее вот именно в Турцию, чтобы она могла искупаться в этом озере. Считается это озеро омолаживающее. Она приезжала туда два раза. А вы испробовали на себе эффект? А как же? А как я что, плаваю? А как же? Ага, ну и как? Омолодила вас? Омолодилась духом только так. Везде свои красоты, везде свои щедроты, улыбается Галина Михайловна. В Брюсселе она отведала шоколадов, в Париже купила духи и продегустировала вино. Дегустация вин. 6-5 вин с сырами. Розовые, белые, там чуть не голубые вина. Это что-то. Мы про винодельческие фабрики ездили, смотрели, как они лежат, эти бутылочки лежат, как их делают, как их закупоривают. Потом дегустация-то всего. Конечно, в Брюсселе дегустация шоколада. Опять большие подносы и шоколад, какой хочешь. Вручив на прощание подарки, освежив духами, Галина Бабикерова пожелала нам и всем охтубинцам непременно путешествовать, пусть недалеко, хотя бы по родным просторам. Ведь это здорово и здорово. Конечно, это интонус в жизни, это стремление дальше увидеть. Оно как-то и дух поднимается, и стареть не хочется. Болячки какие все, они как-то забываются. Кстати, я даже уезжаю от болячек больше. Ага, как-то, ну, уже старше, 65 лет, а не просто так. А теперь к другим темам. Проблема перебоев водоснабжения ряда сел затронула не только Автубинский район, но и соседний, Харабалинский. Вчера глава района побывал в селе Удачное, где решался самый важный на текущий момент вопрос о воде. Подробности в материале Владислав Лихваря. Только глава района зашел в кабинет к Сергею Шинкареву, руководителю муниципального образования села Удачное, как выключился свет. Оказалось, энергетики из Автубинска проводили в этот день профилактические работы. Это, конечно, не всем удобно, но миро необходимое. А вот отсутствие воды в селе, как питьевой, так и технической, это ЧП. Собственно, для решения этой проблемы в село и приехал Виктор Ведищев. Глава поселения доложил, около месяца вода в кранах появляется, но очень редко. Это в селе Удачное, а в Верблюжке ее вообще нет. Поселок получает воду из села Михайловка Харабалинского района и по ряду причин водопровод отключили несколько месяцев назад. По этому вопросу на встречу с Горгой района прибыла целая делегация из Верблюжки. Возмущенные жители просили решить проблему в срочном порядке. Виктор Ведищев связался по телефону с главой Харабалинского района. Владислав Виноградов сообщил, что дал задание руководителям администрации Михайловского сельсовета разобраться в этом вопросе. В Верблюжке проживает более 200 человек, а водой пользуется привозной из цистерн. В Михайловке Сергея Полянского главы села не было, находился в отъезде. А заместители объяснили ситуацию Виктору Ведищеву. Оказывается, все очень просто. Жители села Верблюжка потребили воды на 60 тысяч рублей, а оплатили только треть этой суммы. Определить неплательщиков оказалось непросто. Почти на всех водомерах сорваны пломбы. Там же, в Михайловке, в Харабалинском районе, с активом поселка Верблюжка провели совещание под началом главы Ахтубинского района и решили собрать в поселке общий сход в ближайшее время. И кто не выплатит задолженность от их домовладений, отрезать водопровод, все работы провести после согласования с юридической службой. А в селе Удачное воду тем временем искал Виктор Татарина, заместитель главы администрации Ахтубинского района. Кликунов с Удачного докладывает Чевеленко, что вода в верхней части села пока еще толком не поднялась, потому что в средней и нижней части вода идет хорошо, люди заполняют бассейны, поэтому не может полностью напрясоваться пока. Получалось, по информации работников Астрахань-Водоканал, в селе Удачное должна быть вода, ведь давление в трубах у сокрутовки на пределе 8 атмосфер. Это проверил еще утром на пути в Удачное сам глава района, но воды в селе, и это факт не было. Лишь в школе минут на 10 появилось тоненький ручеек не успел наполнить даже одну лунку с цветами и сяк. Жизнь в селе замерла. Все люди, которые у нас живут в доме, побежали в баню. Шланг выше вентра не поднимать. Вот таз вот прямо на пол вот так положить и закрабывать чуть-чуть дождик. И вода вот так текла. Все сидели и ждали. Вот набрали в тазике, дождик закончился и воду как отрубило. Все. С каким бы коллективом в селе Удачном глава администрации Ахтубинского района не встречался, везде разговор заходил о воде, о ее отсутствии. Проблема решается, и рано или поздно она все равно решится. Есть и другой вариант, он в ближайшее время будет решен по летней воде. Поэтому я так думаю, что вот самый главный вопрос, который по Удачному, он решится в самое ближайшее время. На все остальное, ну, буду сказать так, что село пока вот по настроению, оно, ну, молодцы здесь. Они работают, перспективу видят и просто-напросто знают, что все зависит только от них. Последний звонок – любимый и трогательный праздник школьников, завершающих учебу. Этот день своего рода окончание учебного марафона с уроками, контрольными работами, переменами, домашними заданиями и мероприятиями. Во многих регионах России последний звонок прозвенел уже сегодня. Завтра на торжественные линейки выйдут ученики Ахтубинского района. Выпускники услышат напутственные слова учителей и родителей и после отправятся провожать школьные годы. А сегодня лучших из лучших учеников школ города и района честовали в районной администрации. Об этом расскажет Елена Печенко. 44 ученика из школ города и района вошли в число победителей муниципального этапа Всероссийской школьной олимпиады. Это представители гимназии номер один школ номер два, четыре, шесть и восемь. А также школьники из Золотухи и Новониколаевки и учащиеся школы номер одиннадцать из поселка Верхний Баскунчак. Мне очень приятно всегда, когда нахожусь на совещаниях в области, когда встречаюсь с руководителями высших учебных заведений Волгограда и когда даже общаюсь с руководителями, ректорами, деканами московских вузов, всегда все говорят, то, что наша молодежь и те знания, которые вы получаете здесь, самые лучшие. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что у нас такие есть. Учителям, которые подготовили вас, я тоже выражаю огромную благодарность, потому что, поймите, вы когда родились, и у вас есть талант, но талант надо развивать, это можно сделать и на руку. К поздравлениям главы района присоединился и начальник управления образования. Алексей Лаптеев пожелал выпускникам 2013 года успешно сдать экзамены и поступить в лучшие вузы страны. А тем ребятам, которые перейдут в очередной класс, окрепнуть за лето и с новыми силами продолжить грызть гранит науки. Ведь именно они, эти девчонки и мальчишки, будущее и района, и региона, и всей нашей большой России. 10 школьников из 44 победители Олимпиад сразу по нескольким предметам. Рекордсменом среди них является Владимир Амельченко. Он лидер Олимпиад по физике, математике, информатике, русскому языку и географии. Подготовиться сразу по нескольким предметам, по словам Владимира, ему помогли педагоги родной школы. Готовят нас к Олимпиаду в 4-й школе. Здесь очень хорошие учителя и благодарен, что они нам помогают. Олимпиада по какому предмету была самой трудной, сложной, может быть, неожиданной. Для меня самой сложной была была Олимпиада по физике. Удалось все же набрать 50%, занять первое место, хотя отрыв от второго места был небольшой. А неожиданной была биология. Я надеялся занять, но не получилось. Все 44 школьника получили от главы района благодарственные письма и памятные подарки. Ну а фотография на память – это, как говорится, для истории, которую делают сами люди, вносящие свой вклад в развитие и процветание родного края. Продолжаем программу. Ежегодно на дорогах погибает до 300 тысяч человек. Каждый восьмой пострадавший – это ребенок в возрасте до 16 лет. Такие данные были озвучены на акции по безопасности дорожного движения под названием «Давай дружить, дорога». Воспитанники станции юных техников совместно с сотрудниками ГИБДД пытались в очередной раз напомнить водителям, что на дороге надо быть предельно внимательными, особенно в период приближающихся летних каникул. Группа детей с цветными плакатами в руках выстроилась вдоль проезжей части. Такая непривычная картина предстала перед теми, кто в среду днем оказался на улице Волгоградской в районе военкомата. Воспитанники станции юных техников во главе со своим руководителем обращались к пешеходам и водителям с напоминанием о необходимости соблюдения ПДД. Пока одни читали стихи о правилах дорожного движения, другие вручали агитационные листовки с заголовком «Стоп, меня дома ждет мама». Станция юных техников является методическим центром по безопасности дорожного движения, поэтому такие акции являются традиционными. Мы их проводим два раза в год, в начале и в конце учебного года, для того, чтобы предупредить аварии на дорогах. Почему? Потому что заканчивается учебный год, бдительность у ребят падает, поскольку они попадают под влияние только родителей, педагоги уже как бы на них не оказывают должного влияния. Дети цветы жизни, мы должны дать им возможность вырасти, чтобы они не погибли на дороге. Время проведения акции выбрано не случайно. Впереди каникулы. Ребята будут много времени проводить на улице без присмотра родителей. Как показывает статистика, именно в этот период резко увеличивается ДТП с участием детей. С этими словами участники акции обращались к водителям и, кажется, нашли отклик. Дети тоже неопределённое своё мышление имеют. Они могут выскочить на дорогу, попасть под колёса. Поэтому, я как думаю, это правильно, что надо соблюдать правила движения. Нужное мероприятие. Люди забывают на перекрёстках, на цехе этих, на знаках. Едут быстро, не смотрят, не соблюдают правила. Так что всё это правильно. Всего акция «Давай дружить, дорога» длилась около получаса. За это время ребята вручили порядка 50 листовок пешеходам и водителям. Я участвую сегодня в акции для того, чтобы водители понимали, чтобы водители видели плакаты, чтобы на большой скорости не ездили на дороге и не врезались. Чтобы не было аварий никаких. Чтобы выучить правила и чтобы спасти свою жизнь и других. Чтобы все знаки знать, и не скучно было. Организаторы мероприятия, сотрудники ГАИ и станции юных техников результатами произведённого эффекта остались довольны. Если не все проезжающие мимо водители услышали, что говорили дети в микрофон, то, по крайней мере, они увидели плакаты в руках самых незащищённых участников дорожного движения. И это должно было каждого заставить задуматься. А во времена плановой экономики мало было энтузиастов, желающих взять на себя ответственность за ведение собственного дела. Да и отношение государства не способствовало этому. Первыми ласточками предпринимательства стали кооперативы, появившиеся в начале 90-х годов, которые потом переросли в мощное течение под названием индивидуальное предпринимательство. Сейчас, во времена рыночной экономики, государство пытается делать ставку на предпринимателей, как на силу, способную помочь государству выйти из кризиса. 26 мая 1987 года в России был подписан закон о кооперативах, разрешающий предпринимательскую деятельность. Именно этот день указом президента был официально назван Днем российского предпринимателя. В преддверии профессионального праздника к Ахтубинским предпринимателям обратился глава района Виктор Ведищев. Уважаемые предприниматели, от имени муниципального образования Ахтубинский район, как глава района, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Предпринимательство на территориях Ахтубинского района одно из самых приоритетных в плане оказания тех услуг, которые востребованы нашим населением. Кроме того, ваша предпринимательская деятельность обусловлена рядом рисков, в том числе и имущественного направления, и финансового. Но работа-то проводится, она проводится на очень высоком уровне, и мы отмечаем большую активность нашего предпринимательства не только в городе Ахтубинске, но и на территории всего Ахтубинского района. Я желаю, чтобы ваша предпринимательская деятельность развивалась в дальнейшем успешно, и прежде хочу вам пожелать здоровья вашим семьям, вашим близким, родным, и хочу, чтобы наша совместная с вами работа, наше взаимодействие успешно продолжалось. Работа по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса в Ахтубинском районе строится в рамках мероприятия целевой муниципальной программы. Одним из основных направлений данной программы является поддержка предпринимателей, занимающихся переработкой сельхозпродукции, бытовыми услугами в поселениях района, развитием туризма, производственной сферой. На эти цели в районном бюджете запланировано полтора миллиона рублей. К тому же подспорьем предпринимателям в развитии бизнеса может стать фонд микрофинансирования. В нашем районе с прошлого года, с 2012 года, создан филиал «Центр поддержки предпринимательства», «Центр микрофинансирования», если правильно говорить. То есть малый бизнес, начинающий до года, может взять под залог, либо под поручительство, 500 тысяч рублей на год, по 10% на год. Это очень выгодно, хоть оно и в кабалу какую-то загоняет предпринимателя, что надо подстегивать его, быстрее, быстрее надо деньги вернуть. Но если нету ничего, то этот фонд начинающему предпринимателю дает возможность с нуля начать свой бизнес. Только нужно будет предоставить пакет документов, требуемый который, комиссия рассматривает, Министерство экономического развития, и начинающему предпринимателю дают возможность начать свой бизнес в этом плане. То есть фонд микрофинансирования. В Параболинском районе очень хорошо фермеры пользуются этим фондом. Но у нас в районе уже 12 человек повторно берут эти деньги. То есть им выгодно, у них идет тоже быстрая окупаемость, в основном в торговле и в производстве. И выгодно пользоваться этим фондом, фондом микрофинансирования. Он расположен у нас в торговый центр «Рятор», комната 18. Все вопросы обращаются в администрацию района, в 25 кабинет, либо по телефону 5-24-07. Сегодня в России отмечается День славянской письменности и культуры. Это событие широко празднуется и в других славянских государствах, ведь для многих славянских народов объединяющим фактором является православная религия и связанная с ней духовная сфера и культура. Истоки славянской письменности возвращают нас к святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Которые принесли на славянскую землю письменность, тем самым приобщили многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре. Этому дню будет посвящен фестиваль национальных культур «Славянский базар», который состоится в Ахтубинске на площади Ленина в воскресенье 26 мая. Организацией и же суры театрализованного представления и всего фестиваля занимается Центр народной культуры муниципального образования Ахтубинский район. Администрация муниципального образования Ахтубинский район приглашает жителей и гостей района на народное гуляние. 26 мая с 18.00 на площади Ленина состоится традиционный фестиваль национальных культур «Славянский базар». В программе фестиваля с 18.00 до 20.00 на площади пройдут выступления лучших коллективов Ахтубинского района. Это хоровые и вокальные ансамбли из сел района, а также художественная самодеятельность города. С 20.00 на площади состоится выступление государственного ансамбля российского казачества «Казачий куринь» в городе Волгоград. С 21.30 на площади состоится выступление этногруппы «Лука», также в городе Волгоград. По ходу всего фестиваля на площади развернется «Ахтубинский Арбат». Все пришедшие могут посмотреть и удивиться живописным работам, которые будут представлены на аллее живописных работ, также посетить Библиобульвар и, конечно же, купить или посмотреть для себя нашу сувенирную продукцию. Так что приглашаем всех земляков на народное гуляние. Возвращаемся к теме последнего звонка и сейчас о самых талантливых выпускниках районной детской школы искусств расскажет наш корреспондент Татьяна Фомина. В эти минуты на сцене зала «Муза» играет юный виолончелист Тимур Гулиев, а двумя днями раньше своим певческим мастерством публику радовали Себина Ягубова и Рита Петрашова. «На тихой луночке надежды, на тихой луночке любви». Лесенние страницы вокального альбома. Так назывался творческий вечер, на котором выступали выпускницы отделения сольного пения школы искусств, воспитанницы Ирины Бужинской, Риты Петрашовой и Сабина Ягубова. В концертную программу они включили свои самые любимые произведения. Звучали русские народные, итальянские песни, а также романсы на музыку Рахманинова, Гаврилина Шуберта и других композиторов. Аккомпанировали вокалисткам педагоги Ольга Белкова, Анна Зайцева и даже целый коллектив учителей ансамбль народных инструментов сказ. На протяжении двух часов Рита и Сабина радовали публику своим вокальным мастерством. Была лишь маленькая пауза, когда специально для них пела ученица школы, также воспитанница Ирины Бужинской, Анна Овчинникова. В этом учебном году вместе с Сабиной и Ритой Аня выступала на конкурсе «Романсиада предгорье», который проходил в городе Горячий Ключ. Актобинские участницы были удостоены высоких похвал со стороны судей. «Сабиночка заняла там второе место, и они написали в газете, причем в газете в Москве, называется «Играем сначала». Рита заняла просто диплом, и Аня заняла первый раз вот среди 70 участников четвертое место». Насладиться пением вокалисток пришли их друзья, знакомые и в числе приглашенных на вечер были учителя общеобразовательных школ. «Вообще это чудо, чудо, когда дети, еще дети, но уже профессионалы, и это очень приятно». «Ну я учусь Риты с первого класса, с первого класса она у нас очень талантливая девочка, выступает на каждом мероприятии в школе, ну последние два года она мне лучшая подруга, я горжусь такой девочкой». По завершению концерта звучали слова благодарности. Они были адресованы как самим юным дарованием, так и их родителям и наставникам. «Чтобы в прошлом году на нашем концерте, да, и те же девочки, вы почувствовали, как за год выросло мастерство, да, за год вот буквально они раскрылись еще ярче. Я считаю, что они уже созревшие певицы, вот честно, потому что они сделали все, чему я их учила, все, что нужно было сделать». По признанию выпускниц школы, они продолжат совершенствовать свое певческое мастерство, чтобы в дальнейшем выступать на больших музыкальных подмостках. «Мы ездили в Астрахань в понедельник, мы были в театре и слушали оперный концерт, там исполняли красивые произведения девушки, мне очень понравилось, и мне бы хотелось тоже на большой сцене так же петь, как они». «Меня пригласили в Астраханскую консерваторию, и поэтому я после сдачи всех ЕГЭ собираюсь поступать туда. Я очень люблю сцену, и здесь можно вживаться в любые образы, воплощать различные роли. Мне очень нравится, когда Сабина поет пипиту, она подходит под роль, и когда она делает руки в боке. Вообще, мне очень нравится». «Если бывает тяжело мне, не доскою я и сразлюю, души предотно, я буду душевновно, я опять на зло судьбе пою». 14 июня в Астрахани, Сабине и Губовой будет вручена поощрительная стипендия от благотворительного фонда Марии Максаковой и Генбергс. Затем состоится концерт, на котором Ахтубинская вокалистка выступит в сопровождении симфонического оркестра. «На сегодня это все новости. Зрителей благодарю за внимание. Желаю вам удачных выходных дней. Всего доброго и до свидания». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова